Открываю сегодня фейсбук и вижу сообщение Нам три года, и я понимаю, что это напоминание мне об одном из условий, как быть счастливым Этим летом на два дня в Омске у меня останавливалась в гостях семейная пара из Польши Ребята поженились, и те деньги, которые они заработали до свадьбы, которые им подарили на свадьбу они решили вложить в себя следующим образом Они решили отправиться в путь, чтобы познать себя, чтобы познать мир, чтобы приобрести новый опыт И вот сегодня ровно три года, как они уже находятся в пути Они посетили множество стран на западе, на востоке, на юге, двигаются по России И когда мы с ними разговаривали, они мне сказали, что они открыли для себя такой закон жизни что когда ты движешься своим путем, ты обязательно испытываешь состояние счастья И я, конечно же, с ними согласился, потому что когда-то, в какой-то момент в своей жизни я тоже это для себя осознал И путь в данном случае, это не путешествие, как посмотреть куда-то, съездить в какие-то страны А путь это именно познание себя и реализация себя Реализация своего таланта, который у каждого из нас с вами есть Делание того дела, которое греет душу и которое приносит радость Двигая и движение именно по потоку, по интуиции, вот именно своим путем Как в делании, так и в перемещении И не важно, как принято И не важно, что может быть что-то там модно И не важно, что если вы будете какое-то другое делать, это будет более выгодно для вас Нет! До тех пор, пока вы будете заниматься не своим делом В вас внутри будет напряжение И вы будете от этого испытывать дискомфорт Как только вы соединитесь с собой Как только вы поймете, вот оно мое Я от этого просто кайфую, когда делаю Вот тогда ваше тело вам отсигнализирует расслаблением И вы почувствуете в себе состояние вот этого согласия с собой, состояние счастья Поэтому, соединяйтесь с собой Погружайтесь в себя Встречайтесь с собой Слушайте себя И идите всегда, именно своим путем Каким бы он ни был И как, что бы вам не говорили со стороны Слушайте всегда себя Слушайте себя И описание Продолжение следует...